Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить первую часть игры Растение против зомби и у нас на очереди 9 миссия 5 главы. Мы вновь получили пополнение в виде арбуза за 300 монет, но на миссию его не берем, места у нас очень мало, поэтому пусть пока полежит. Я думаю, если мы накопим 20 тысяч долларов и купим 9 слот, то конечно же будем его брать, либо же что-то другое, побольше. Беру также на уровень салат, вновь появляются зомби на веревке и соответственно салат нам очень поможет против него, иначе мы будем терять достаточно много дорогостоящих вооружений по типу сдвойного подсолнуха. В принципе все бы хватило, но из-за вот этих вот связок по типу подсолнух плюс двойный подсолнух, либо же грибом плюс кофейное зерно, то есть у нас как минимум 2 лишних растения. Но никак, такая вот связка, иначе нельзя использовать данное растение. Что касается арбуза, значит во второй части игры у нас тоже он есть, мы его хорошо знаем, и он в представлении не нуждается, только стоит он там 325 монет, а тут 300. А то же самое касается сдвоенного подсолнуха. Во второй части игры он стоит 125, тут 150. То есть где-то в каких-то частях растения дешевле, в каких-то дороже. Такая вот политика, не знаю почему. И сдвоенный подсолнух, говоря про него, во второй части он садится абсолютно спокойно, не требуя связки с обычным подсолнухом. Так что вот так вот, надо как-то выживать в первой части, несмотря на то, что есть какие-то отличия, не очень не нравится. В частности про подсолнух. Но что делать? Зато в первой части есть грибом. Который мне очень понравился, и я его беру практически, если есть такая возможность, в каждой миссии. Он действительно, во-первых, экономит силы, время, ну и очень эффективен против абсолютно всех противников. Единственное, что кроме босса, там требуется несколько таких взрывов. Я не брал бомбу вишни, но вот в связке с бомбой вишни, например, мы можем рвануть всех противников. Босс останется живым, но уже там добить бомбой вишни. Ну и кукуруза с ним хорошо справляется. Если посадить достаточно кустов, то у него шансов никаких. Тем временем мы сейчас посадили уже ряд, состоящий из подсолнух. Даже я тут начал садить сдвое на подсолнух. Второй ряд уже у нас под цветы, которые дают нам доллары. И тут я посадил еще салат против зомби на веревке. И в этом ряду мы посадим всего лишь 4 цветка, а не 5. В пятом мы где-то посадим, наверное, впереди. Потому что из-за салата произошло такое смещение. Подходит к нам зомби, пока что обычный, но пойдут и необычные. Там к боссу еще прибавится вновь, появятся у нас зомби на машинке. Тоже очень неприятный. И он попросту у нас убирает цветы наши. Своим каким-то пуншем с помощью катапульты. Поэтому тоже нужно обращать на это внимание. И как только он подъезжает, сразу его убирать по возможности. Он не сразу убирает цветки, там какое-то время проходит. Где-то он кидает своим веществом раза 3-4. Прежде чем у нас исчезнет растение. Так что какое-то время есть, но его немного. На первой линии мы тут временно обездвижили зомби с колпаком. Нам надо бы посадить побольше кукурузы. Ну и снова где-то высадить салат. Потому что салат, к примеру, 2 ряда, он обезопасит от зомби на веревке. Ну а дальше уже все. А зонд, который он пускает, все-таки очень ограниченного радиуса. На нас надвигается большая волна. Я уже тут посадил горшок и на него установил гриб. Который пока что спит. Как только зомби подойдут чуть поближе, мы активируем с помощью кофейного зерна. Подходит зомби, но что-то мало очень. Да и преимущественно они обычные. Вот подходит еще зомби. В принципе, я уже не мог ждать, иначе бы зомби съели наш гримбум. И мы бы потеряли 150 монет. Ну и это не главное. Дело в том, что гримбум ему надо какое-то время для перезарядки. И мы бы еще потеряли самое главное время. С деньгами более или менее все нормально. Снова высаживаем салат. Пока что никаких угроз нет, но они появятся. И появляется еще с четвертой главы такой вот зомби с шкатулкой. Это шарманка. Мы его сдерживаем с помощью горшка. У него взрывчатка есть. Которая сейчас срабатывает. И она уничтожает самого зомби вместе с горшком. Внизу идут сразу несколько зомби. Тут у нас проблема, потому что кукуруза хорошо справляется против одного противника. Но когда идет толпа, два и более, то тут может быть проблема. Не всегда кукуруза пускает пунш. Но в данной ситуации она сработала на ура. И мы убрали всех противников. А наверху у нас идет зомби с ведром. У нас там достаточно вооружения, поэтому угрозу он нам не представляет. А вот появляется машинка на четвертой линии. И срабатывает наш салат. И честно говоря, очень удивлен, приятно, что салат с легкостью справляется с такими ударами от машинки. Фактически машинка на поле получается ничего нам сделать не может. А мало того, что она подъехать ближе не может, где-то стоит на отшибе и просто пускает с катапульты свое вещество. И мы ее с легкостью уничтожаем. То есть она попросту вообще безобидна. Зомби на веревке попытались у нас украсть растение, но ничего не получилось. Единственное, что у нас наверху. Данный противник, скорее всего, что украдет кукурузу. И нам на этот участок надо что-то посадить. В идеале вообще салат надо садить через один ряд. Как вверху, так и внизу. Тогда наша плантация будет полностью под защитой. Ну а так, конечно же, приходится возобновлять потери. Но самое главное, что пока что из зомби никто не украл наши подсолнуки. Которые мы продолжаем садить. В данный момент уже есть три куста сдвоенного подсолнуха. В принципе, этого количества должно нам хватить, поэтому можно уже и не садить ничего. А тем временем на нас надвигается большая волна, подтягивается противник. И мы уже садим грибу, который активируем с помощью кофейного зерна. И убрали всех зомби. На четвертой линии к нам идет шарманчик. И на второй линии там зомби с ведром на голове. Высаживаем мы цветок. И выходит так, что у нас уже есть пять цветков. То есть плантация такая, состоящая из одного ряда. Но ряд, к сожалению, получился кривой. Из-за салата. Нам нужен и салат, и цветки, поэтому будем как-то выкручиваться. Единственное, получается так, что цветок беззащитным у нас становится. И может стать легкой добычей для зомби, которых становится перед финальной волной все больше и больше. Хотя я думаю, что это все-таки разминка. Скажем так, ягодки, цветочки будут чуть попозже. Должен подойти босс. Его, по-моему, не было еще в этой миссии. Но он однозначно будет. Осталось уже буквально немного. Вновь к нам идет шарманчик. Сложность шарманчика состоит в том, что он очень быстро двигается. Его можно сравнить с зомби с лестницей, но у него есть бомба. Бомба, которая может уничтожить наше растение. Когда он передвигается сам, то никаких проблем нет. Кукуруза по одному может убрать всех противников. Но когда идет толпа, то кукуруза начинает не справляться. Наверху мы еще одного шарманчика убрали. И внизу сейчас пока что обездвижили зомби с ведром. Чем ближе к финальной волне, тем, соответственно, у нас становится веселее. Все больше и больше зомби появляется. Так что я не исключаю, что мы сейчас, наверное, посадим Гриббум. Внизу у нас аншлаг. Сразу три зомби. И плюс там есть зомби со своей балалайкой. Нам эту компанию надо все убрать. Потому что они уже съели у нас одну кукурузу. И потерять больше мы не можем. Соответственно, убираем с помощью Гриббум всю эту ГОП-компанию. Наверху зомби у нас пытаются съесть цветок. В принципе, небольшая потеря. 50 монет. Поэтому пусть кушают на здоровье. Но больше уже не хочется терять. А на нас надвигается уже финальная волна. Пока что у нас Гриббум нету. Будем ждать, когда он появится. Появляются зомби на веревке. И пытаются у нас украсть наше растение. Один подсолнух все-таки они у нас уцепили. И вот появляется босс. С каким-то столбом. Это, по-моему, дорожный знак. А есть машинка. Но машинка в этой миссии нам не представляет никакой угрозы. Босс швырнул своего мелкого гоблина. Нам сейчас надо выкопать, наверное, сдвое на подсолнух. И посадить кукурузу дополнительно. Чтобы убрала мелкого гоблина. Ну и потом помогла убрать еще главного зомби. Посадили еще один куст. Убрали мелкого гоблина. И теперь остался босс. Который также был уничтожен. Проходим данную миссию. И получаем записку от зомби. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...